Перед началом пленарного заседания православная молодежь Мордовии представила перед гостями свои наиболее яркие проекты. Союз существует с 2002 года. Растет количество участников, студий и клубов. Участники кружка доброделания, к примеру, своими руками мастерят уникальные тактильные книги, которые потом дарят слабовидящим детям. Специфика идет в том, что детишки обычно видят ручками. Они ручками ощупывают сам рисунок, к примеру, или текст. Для этого мы делаем рельефную ткань и разного качества. Помогать нуждающимся возрождать село, строить храмы, воспитывать подрастающее поколение в нравственности и духовности. Все это важно. Поэтому раз в год православное служение Приволжского федерального округа собирается на форум «Пересвет». Пятый по счету собрал 45 епархий и много высоких гостей. Пребывание на мордовской земле поражает красотой этого края, замечательными храмами, людьми, которые здесь живут, и широкой духовно-просветительской работой, осуществляемой в регионе. Это свидетельствует о глубоких духовных, культурных, нравственных потребностях населения. От имени главы Мордовии гостей поприветствовала заместитель председателя правительства Мордовии Галина Латванова. Она вручила благодарности Владимиру Волкову духовенству республики, председателю синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Серафиму, а также другим почетным гостям. Было обозначено тесное сотрудничество республиканской власти с церковью. В нашей республике делается очень много. При главе республики создан совет. В наших вузах и в университете, и в педагогическом институте создано совет, и делается все для сохранения нравственности, чести, совести и справедливости. Приветственные слова в адрес участников форума поступили также от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Само пленарное заседание открыл митрополит Саранский Мордовский Зиновий. Он отметил, что главная цель форума – преемственность поколений в срезе вековых духовных ценностей Русской Православной Церкви. Эти ценности являются тем фундаментом и основанием, как тысячу лет назад, формирования российского государства, так, я надеюсь, и сохранения нашей национальной идентичности. И, конечно, наш культурный код, он заключен в этой высоте православного духа. Форум продлится до 3 ноября в плане проведения встреч, конференций и разработка новых социальных проектов. Участники форума будут делиться опытом, перенимать друг у друга лучшие практики. Ирина Герасимова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.